Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас видео-вопрос-ответ. Так, устраивайтесь поудобнее, давайте начинать. Первый вопрос от Натальи Щегловой. Так, какой праздник больше всего любишь и имеет для тебя особое значение? Ой, не знаю, девчонки, прям вот чтобы какой-то праздник я любила больше. Ну, день рождения люблю, Новый год люблю, день рождения ребенка люблю, потому что это праздник летом, единственный праздник, который летом. Летние праздники люблю. Люблю, когда праздники на свежем воздухе, а так вот чтобы какой-то прям у меня был любимый праздник, такого нет. Какой музыкальный стиль тебе нравится, любимый исполнитель? Я меломан, слушаю абсолютно все. От Нирваны в глубоком подростковом возрасте, да, даже не в подростковом, уже 20 с чем-то мне было, русский рок и попса и так далее. Меломан, если мне песни нравятся, мне в принципе все равно какой стиль. Вот, так, и все, от Натальи все, поехали дальше. Так, вопрос от Джанаргуль. Так, подскажите, пожалуйста, последовательность ежедневного ухода перед макияжем. Что наносить после умывания, точнее, в какой последовательности? У меня комбинированная кожа, есть пигментные пятна на щеках. Про корректоры, консилеры всякие там расскажите, если можно, именно фаберликовские средства. Так, последовательность ухода за кожей лица. Умывание утро-вечер обязательно. С утра проснулись, несмотря на то, что кожу вы вечером очищали, все равно ночью она выделяет какое-то количество себума, и нужно нам от него лицо очистить. И помним момент, что если вы лицо очистили плохо, ни одна маска, ни один крем не будет работать как надо на вашей коже. Если лицо плохо очищено, если вы просто не умылись и на чистое лицо с утрецатым тонечком прошлись и нанесли крем, он не будет работать так, как он будет работать на очищенном лице. Вам нужно очистить пор, очистить кожу, и потом тогда все маски, все средства, все крема будут работать лучше. Поэтому мы очищаем свою кожу. Вот, допустим, у меня сейчас пигментные пятна тоже появились, но они стали заметно светлее благодаря правильному уходу. Что касается пигментных пятен, я заметила, если я умываюсь какой-то умывашкой руками просто, они, в принципе, остаются на том же месте. А если я беру щеточку, у меня мягкая щеточка из фикс, и как следует прохожусь умывашкой, подбираю по типу кожи очищающую, вот корейская, если из Фаберлик, и у вас есть пигментные пятна, вчера только девочку ВКонтакте консультировала, умывашка из серии Эксперт, раньше она у нас была с красным крестиком, да, такая пудра, энзимная пудра для умывания, сейчас, по-моему, ее перевыпустили, она тоже в линейке Эксперт, но которая такая бежевая с зеленой надписью, да, где у нас с вами скатка есть, вот, и это энзимная пудра теперь в этой серии. Я наношу ее на щеточку, как следует прохожусь в той зоне, где у меня есть пигментные пятна, прям тру, скажете, нельзя тереть кожу, но я делаю это по массажным линиям, то есть вот так прям тру-тру, у меня вот здесь, вот здесь и над губкой, и над губой как следует тоже тру-тру, и тогда они становятся светлее. Я уже дней 5-6 так ухаживаю за своим лицом, именно щеткой умываюсь, да, утром и вечером, и они становятся гораздо светлее. Я надеюсь, что я их поборю. Умываемся, как следует умылись, кожу очистили, я нашу с вами до скрипа, потом можно пройтись тоником. Тоником сделать и после сделать масочку. Можно тоником не проходиться, смотря какую вы маску делаете, это, в принципе, я считаю, не обязательно. Мы потом протонизируем кожу после всех процедур. Делаем масочку после умывания, да, после масочки смываем масочку, тоник, тонер и так далее, что у вас есть. Сверху сыворотка, и потом сыворотку запечатываем кремом. Да, вот такой вот уход ежедневный. Я делаю так утром и вечером. Сейчас не всегда делаю с утра маску, потому что иногда нужно бежать, или вообще лень, бывает и такое, да, но это в связи с беременностью. Раньше я делала обязательно и утро, и вечер масочку. Сейчас не всегда могу сделать утром, но вечером какой-нибудь обязательно. Наносим ночной крем, какой-то питательный, какой-то увлажняющий, да. А с утра смотрим по потребностям кожи. Если у вас кожа жирная, комбинированная, то выбирайте крема, соответственно, более легкие на день, чтобы у вас не было жирного блеска, там и так далее. По поводу консилеров всяких и так далее, я ими не пользуюсь. Не пользуюсь и, в принципе, не пользовалась никогда. Праймер. Праймер мне сейчас очень нравится из Фаберлик. Вот он, собственно говоря, у меня на лице, он продлевает стойкость макияжа, он не сильно матирует, матирующий праймер. Но тем не менее, если у меня к вечеру может карандашик где-то подразмазаться, пропасть румяшки, как-то вот они пропадают фаберликовские быстро, то с этим праймером макияж ложится идеально, как бы все нормально. Матирования особо как такового от него нет, но стойкость макияжа продлевает. Это по поводу баз всяких под макияж. Крем, который вам хорошо подходит, который вы подобрали по типу кожи, он может и служить вам базой отлично. Жирная кожа Фаберлик – это кислородный баланс дневной крем из линейки N4W крем, но самый такой вот матирующий крем, который есть в Фаберлик, перепробовала все, потому что у меня до беременности кожа была жирная в теплое время года особенно. Да, сейчас она у меня абсолютно нормальная. Как-то вот так вот произошло. Видимо, излишние вот эти вот жиры из моего организма у меня ребенок подсъел. И кожа у меня абсолютно нормальная, не сухая, не комбинированная, ну как бы все отлично. Но сейчас летом, скорее всего, будет жирная опять. Кислородный баланс дневной лучше всего матирует. Из линейки N4W крем чуть-чуть похуже. Так, и еще из линейки Эксперт, вот этой вот тоже, которая с зеленой надписью, он тоже для жирной кожи, но матирует хуже, чем кислородный баланс. Поэтому я рекомендую сейчас на теплое время года именно вот кислородный баланс. Так, дальше поехали. Следующий вопрос. Вера Антонова. Расскажите про блогерство. Я только начала свой канал, недавно хочется получить от вас профессиональный совет. Мы эту тему с вами уже поднимали, но еще раз продублирую основные моменты. Что рассказать про блогерство? Если вы хотите начать вести свой канал, то, во-первых, на вашем канале должны выходить видео регулярно. То есть не то, что вы раз в неделю сняли и все, а вот у меня, допустим, мне подходит такая схема через день. То есть стабильно через день у меня ролики есть. Иногда сейчас, когда много контента, есть что вам рассказать и чем с вами поделиться. Иногда даже каждый день я выкладываю, потом перерыв день, потом опять через день. Вот такое вот тоже случается. Регулярность. Если реже, чем через день или хотя бы через два дня, то просто про вас будут забывать. На вас особенно не будут подписываться. Во-вторых, полезность. Вы должны понимать и осознавать свою полезность. Что вы можете дать людям, чем поделиться, что они такого не знают, и чем именно вы для них полезны. То есть ваш ролик не просто должен быть, там я показала баночки, там я показала свой заказ, а должна быть какая-то полезность. Вы должны что-то рассказать, что-то донести до людей, чтобы им было интересно, чтобы они вернулись снова посмотреть вас. Это во-вторых. А в-третьих, тягомотина, описание, есть такие блогеры просто, зачитывание этикеток. Вот вы знаете, мне просто поражает. Я читаю в официальной группе ВКонтакте Фоберлик, иногда посты захожу, интересно. И человек вот купил средства, да, и выложил про него информацию, скопировал с сайта. Отзыв он свой выложил, да, скопировал информацию про это средство с сайта, описание, то есть или с приложения Фоберлик, и фотку. Фотку свою. И все. Зачем ты это выложил? Зачем? Я могу зайти на сайт и также прочитать информацию про это средство. Ты напиши свой реальный отзыв. Да? Вот реальный отзыв. Вот это тоже очень интересно. Отзывы. Потому что мы все хотим деньги свои тратить с умом. Правильно? Не хотим на ветер их выкидывать. Поэтому все мы с вами, так же, как и вы, и я, в поисках того или иного средства идем куда? Искать отзывы. На YouTube, там, в отзывики, в разные там, еще куда-то. И мы хотим получить реальный достоверный отзыв. Да? Вот это важно. То есть, опять же, полезность. Да? Своими словами. Вот вы попробовали средство? Расскажите, чем оно хорошо, чем оно плохо. Не нужно зачитывать информацию на этикетке и рассказывать ту информацию, которая так есть в общем доступе и любой ее может почитать. Вот. В-четвертых, объективность. Я всегда за объективность. И смотрю только таких блогеров, которые объективны. То есть, попробовал, рассказал правду. Плохое, значит, плохое. Хорошее, значит, хорошее. Если вы планируете открывать канал, допустим, с целью построения структуры в Фаберлик, естественно, вам хочется, чтобы на вас подписывались. Было много у вас, не клиентов, а, как сказать, ну, подписок было много, да? Вы хотите привлекать людей. И многие, большинство блогеров, которые ведут каналы про Фаберлик, да, они хвалят абсолютно все. Мы с вами это прекрасно знаем. Вы мне часто об этом пишите. То есть, ой, вот это все прекрасненько, вот это такое хорошенькое, вот это такое прелестное. Прям вообще вот все такое идеальное, Фаберлик, подписывайтесь, будете покупать со скидкой там туда-сюда. Ну, нет, человек подпишется, человек попробует, скажет, ой, какая гадость, ну, какой-то продукт там, да, туда-сюда не подошел ему, или еще что-то, скажут, вот ничего себе, обманывают. Обманывают, получается, и либо он вообще уйдет из вашей структуры каким-то образом там, да, либо просто не будет делать заказы. Ну, зачем? Я всегда за правду, всегда была за правду и всегда за честные отзывы. Это полезно, это всегда нужно, поэтому вот за честность, да. Так, что еще у нас нужно для развития канала. Программы, допустим, девчонки, могу вам посоветовать, в которых я обрабатываю видео. Мне очень нравится программа InShot, бесплатные программы, я это делаю все на телефоне, потому что, возможно, когда-то я дозрею до того, что буду делать, буду обрабатывать на компьютере, но мне это неудобно. То есть должно быть нормальное качество. Я специально для этого айфон заменила на другой телефон, да, у которого хорошая камера. Нормальное качество более-менее и свет тоже важен на самом деле. Лампу можно купить на Алиэкспресс недорого. Я покупала за тысячу с чем-то рублей. Даже не на Алиэкспресс, а на Азоне они также на Алиэкспресс стоят. Обычно лампа у меня 26 сантиметров, она в диаметре. Это удобно, это всегда пригодится. Поэтому свет, да, должен быть свет. Еще смотрю некоторых начинающих блогеров, знаете, забывают протирать камеру. То есть у меня, допустим, она из телефона выезжает, ее не нужно протирать, но заднюю все равно нужно, да. А если камера у вас находится на самой панели телефона, то обязательно нужно протирать. Перед тем, как вы начинаете что-то фотографировать или снимать, протрите камеру как следует, да, потому что если вы ее не протрете, сразу качество страдает. Программы, в которых обрабатываю видео, это InShot и Lumia. Lumia так и называется. Lumia. Мне очень нравятся эти программы, там всевозможных много функций, и они удобные, они в телефоне, то есть в телефоне сразу обработал, видео загрузил и так далее. Загружаем видео на YouTube, и очень важный момент прописывать хэштеги к видео, то есть это ключевые слова, есть графа, да, когда вы загружаете видео на YouTube, там есть графа, теги. И обязательно нужно прописывать ключевые слова. Если вы снимаете видео про Fiberlic, значит ключевые слова через запятую указываете. Fiberlic, обзор заказа Fiberlic, средства, которые вы обозреваете через запятую, допустим, название. Это важно, потому что если вы не укажете ключевые слова, вас не найдут, просто вас не найдут и не порекомендует YouTube вас к просмотру другим людям. То же самое описание канала. Нужно правильно оформить канал, нужно сделать красивую вверху шапочку, вашу фотографию продумать, название, и есть там такая графа описание канала. Описание канала тоже очень важно, так же, как и теги к видео, потому что именно по ключевым словам в описании вас тоже YouTube будет рекомендовать и находить. То есть также, какие ролики вы планируете снимать, там обзор заказов Fiberlic, значит, пишите там, здравствуйте, меня зовут так-то-так-то, на моем канале вы можете увидеть обзор заказов Fiberlic, распаковку, тра-та-та-та-та-та-та-та. Ключевые слова, о чем будут видео на вашем канале, это тоже очень важно. Все это не быстро, и все это большой труд, мы с вами прекрасно понимаем, но не все, многие думают, там блогеры-халявщики, и туда-сюда. На самом деле это тяжело, это тяжело, потому что это не быстро, быстро выйти на нормальный доход и подключить монетизацию на своем канале, но это практически нереально, если только с помощью рекламы у других крупных блогеров купите, и то опять же, ну я не знаю, я ничего никогда не покупала, ни рекламы, ничего, я слабо в это верю, если ты интересен, ты и будешь интересен, потихоньку пойдешь своим путем, если ты не интересен, ты хоть рекламу покупайся, ну это мое мнение, хотя очень много бредовых блогеров, миллионников есть, мир сходит с ума. Так, нам нужно набрать тысячу подписчиков и четыре тысячи часов просмотров, чтобы подключить монетизацию. Монетизация это отдельная песня, ее подключить очень, ну не сложно, но геморно, когда вы пройдете этот порог и наберете, я через год набрала, то есть год, вот просто год снимать и снимать, и снимать, и снимать, если вы к этому готовы, запасайтесь терпением, пожалуйста, да, на самом деле, нужно пройти определенный этап, чтобы хотя бы на какой-то заработок выйти и все это время работать, ну не то, что впустую, нет, не впустую, конечно, потому что для меня лично обратная связь с вами, она бесценна, мне очень нравится с вами общаться, я много всего полезного от вас тоже подчерпываю, когда мы проходим этот порог, нам нужно будет подключать монетизацию, и здесь уже вопрос такой, нужно будет отправлять письмо в Америку, отправлять свои данные, делать все это правильно, заполнять все это правильно, но много есть роликов на YouTube на эту тему, и потом из Америки, от компании Google, ждать письмо с одобрением, с кодом, который вы будете вводить у себя в личном, у себя на канале, чтобы подключить монетизацию, тогда на вашем канале уже появится реклама, ваши видео будут монетизированы, и вы наконец-то будете получать доход от просмотра ваших роликов. Вот так вот, про блогерство немного, если остались какие-то конкретные вопросы, вы пишите под видео, сделаем еще один ролик, вопрос-ответ. Следующая, Евгения Аверьянова, она давно со мной, Женечка, тоже очень полезные комментарии, пишет, приветик тебе огромный. Так, хотелось бы узнать, откуда приходили люди к тебе в команду. Ты училась вести канал или интуитивно делала? Так, канал, давайте с него начнем. Интуитивно. Я уже рассказывала, как я начинала. Сначала я решила начать с Фаберлик, и поняла, что, чтобы люди шли ко мне в команду, мне нужно развивать себя как бренд, как личный бренд, развивать себя как личность, и каким способом я могу это сделать. заявить о себе. Меня должны услышать, меня должны увидеть. Вы это должны понимать. Просто так к вам в команду никто не пойдет, а вас никто не знает. Посмотрела способы развития, да, и выбрала для себя удобно снимать ролики. Можете посмотреть мои первые ролики, я их не удаляю и не удалю никогда с канала. У меня тут такая прелесть спит рядышком. Путина, мое сонное царство. Путина, Путина. Дружись, дружись. Вот. Я выбрала для себя снимать ролики. Первые ролики, конечно, это смех и грех, но пусть они будут все равно, пускай вы их будете видеть. И я начала снимать ролики, обзоры заказов и так далее. И только когда я поснимала там месяц, два, три, четыре, не помню, я поняла, что на самом деле на ютубе можно зарабатывать деньги, подключить монетизацию спустя время, зарабатывать деньги. И как-то Фаберлик у меня отошел на второй план. Мне стало гораздо интереснее просто быть блогером и снимать ролики. У меня был и Эйвен, и от Фаберлика я, в принципе, отключилась. Если поначалу я вела группу ВКонтакте, у меня была группа с таким средним количеством подписчиков, оттуда были подписки, мало, но были. То есть из интернета, из ВКонтакта, были подписки. И все. Один раз я стояла с промо-стойкой в торговом центре, там как-то ничего не вышло. Не было подписок, по-моему, с этого дела. И все. Потом я забросила Фаберлик. Я, в принципе, никого не подписывала, не стремилась. Писала посты в группе, помню, по три поста в день. Писала тоже своими словами, в основном всегда, отзывы о товарах. И когда поняла, что мне блогерство ближе, я эту группу отдала знакомой девочке. Говорю, если хочешь, как бы, ну, вот, на, занимайся. Тебе уже группа с готовым, из моего города девочки, да, которая тоже Фаберлик. Хочешь, занимайся, на, пожалуйста, там свои ссылки везде вставляем на регистрацию к себе в команду и занимайся. Но она как-то тоже это все делала, у нее сразу затухло почему-то и не получилось. Женечка, если смотришь, я сейчас про тебя, да. Вот. Все, все, что я делала для Фаберлик, все. Дальше я начала вести канал, и мне было это гораздо интереснее, чем заниматься Фаберлик. Я нигде не училась вести канал, все делала интуитивно. Вот просто как я себе это представляю, так и делала. Потому что, когда я начала снимать видео, я на тот момент еще не смотрела ни одного блогера, и вообще, в принципе, не смотрела YouTube. То есть я начала снимать, а потом только поняла, что такое YouTube. Разбиралась во всем сама, никто мне не помогал, никто мне не подсказывал, искала какую-то информацию в интернете, да, смотрела блогеров, и все делала сама интуитивно. Вот как-то понакатанно, и все пошло-поехало. Ничему нигде не училась, ничего не покупала, не вкладывалась, не покупала никакую рекламу, и так далее. Откуда приходили люди? И люди начали приходить спустя какое-то время из YouTube. То есть это произошло тоже не сразу. Сколько я занимаюсь блогерством? Наверное, два с половиной года. И вот где-то месяцев восемь назад начался вот такой вот поток, что я начала выходить на звание, да, получать объемную скидку и понимать, что это выгодно. Да, и на данный момент я уже оформила самозанятость, обязательно будет про это ролик в ближайшее время, самозанятость, и мне каждый каталог по его завершению приходит определенная сумма на счет. На счет в Сбербанке. Открывала специальный счет. Если раньше эта объемная скидка приходила на личный счет в личном кабинете Фаберлик, да, то сейчас это реальные живые деньги, и это здорово, что компания Фаберлик с 2000 года, с осени 2000 года, то есть совсем недавно, позволила от звания лидер, да, по-моему, от звания лидер, да. Я старший лидер сейчас. От звания лидер можно открыть уже самозанятость и получать эти деньги. Но от звания лидер не вижу смысла, от звания старший лидер уже можно открывать, потому что звание лидер там не сильно большая выплата, она как раз вот ее хватает на то, чтобы сделать заказ. Заказ все равно делать надо на 50 баллов. Я про все подробно расскажу, пока у меня это свежо в памяти, про самозанятость. На самом деле это здорово, потому что информации на этот счет в интернете абсолютно нет. Я искала. Наставники тоже не знают ничего, потому что появилось это недавно. Мне пришлось разбираться самой опять, как всегда. Ну и с помощью обратной связи, конечно. Это все заняло определенное время. Нервы и так далее. Поэтому, мне кажется, такой ролик должен быть. Должны девочки знать, что можно уже получать денежки. От звания лидер. Так, все. Вот. И Женя Аверьянова. Начали люди идти в команду, когда ты становишься более-менее популярным. То есть, когда уже вот на канале больше 10 тысяч подписчиков, пошли регистрации, да, и девочки стали подписываться. С некоторыми мы очень тесно общаемся в чате. У нас общий чат в WhatsApp. Я всем предлагаю, кто хочет, как бы всех туда добавляю. Кто не хочет, ну, как бы тот не хочет. Да. Общаемся и так далее. Делимся информацией. Вот откуда деньги с YouTube, Женя. Так, дальше вопрос. Что-то тут у меня нету на скрине от кого. Так, а почему ты оформила самозанятость, а не ИП? Потому что ИП оформляется только от директорского звания. Раньше нельзя. Это во-первых. Во-вторых, за ИП надо платить в год. Там приличная сумма. То есть, ИП есть смысл открывать, у кого пункты выдачи, и кто уже какой-то там директор. Даже не просто директор, а старший директор, серебряный директор. Тогда да. Потому что там приличная сумма в год за ИП, я не помню сколько, сейчас врать и не буду. А самозанятость только 6%. Причем в приложении «Мой налог», я тогда расскажу это в видео про самозанятость, там дается даже сначала такой бонусный счет, и эти 6% за вас платит, грубо говоря, государство «Мой налог». То есть, вы не сразу даже платите, вы всю сумму себе забираете. 6% либо вот там какая-то большая сумма, чуть ли не 40 тысяч в год за ИП. Но есть разница, правильно? Так. В самозанятость стаж ведь не идет. Не идет. У меня стаж идет медицинский, я работаю в медицине, мне не нужен стаж в самозанятости, да. Если вы нигде не работаете, то, конечно, от директорского звания открываете ИП, и у вас идет стаж, да, все, пожалуйста. Мне не нужен стаж в Фаберлик. Пенсионные числения тоже не идут. Не идут, да, и у меня с другого места идут, да, я работающий человек. Или ты еще в больнице работаешь. Да, я работаю в больнице, но сейчас в декрете. Так, да, я в декрет ушла из больницы, да, все верно. Мне чуть-чуть осталось до пенсии, поэтому как бы, ну, и вообще я люблю свою работу, я очень люблю медицину, я счастливый человек, я на работу всегда ходила с желанием. Это мое, я люблю, поэтому я в декрет, да, ушла из больницы. Я уже официально в декрете, да. Так, и все. Это тоже, по-моему, от Женечки Аверьяновой вопрос был. Так, Наталья Оленина. Так, что у нас тут за вопрос? Так, спасибо, что про занятость делитесь. Да, скоро будет видео. Ну, что у вас за наставники вышестоящие, что они ничего не знают про сам занятость? Не знают, да, потому что это недавно появилось, только с осени 2020 года не знают. Так, хочу узнать, с какого количества подписчиков YouTube платит за рекламу? Тысяча подписчиков и четыре тысячи часов просмотров. Вот эти цифры, вот этот порог должен быть пройден, и тогда YouTube будет платить за рекламу. Но, я опять же говорю, когда вы этот порог пройдете, нужно еще сделать очень много манипуляций, ждать письмо из Америки, идет оно долго, и потом, когда вы все пропишите правильно, грамотно, надо еще знать, как прописать там свой адрес физический, то есть по месту прописки и проживания. Ну, в общем, это такой геморр, но оно того стоит, естественно. Так, дальше. Как сделать обои на шапку профиля? Если про рекламу, о, господи, про YouTube, обои на шапку профиля, да, вот эту вот, то можно прям загуглить, как обои для YouTube, для шапки профиля, потому что там нужен определенный размер. Или любую свою фотографию, которая вам нравится, подогнать под этот размер, да, есть на компьютере в телефоне приложения, которые подгоняют под нужный размер фотографии. гуглим тогда, я просто, ну, не помню точно там в пикселях, размер фото шапки профиля в YouTube. Гуглим. Он выдает, какой должен быть размер Google, да, и вот подгоняйте под этот размер то, что вы хотите, чтобы у вас висело в шапке профиля, и вуаля. Так, собираетесь ли вы бросить работу по найму? Нет, не собираюсь, я в декрете, и, скорее всего, ну, буду сидеть до трех лет. Если с первым ребенком я вышла раньше, во сколько? В два года, наверное, где-то вот так. То есть здесь нет, конечно, вроде сейчас в пенсионный возраст уже входит декрет, и мне на пенсию скоро, ну, как скоро, сейчас мне 36, у нас где-то в 43 на пенсию уходим мы, медики по стажу, но не все, у кого вредность, у меня год за полтора, и мне где-то в 43 на пенсию, и как бы, ну, хотелось до этого возраста доработать. Так, не тяжело ли совмещать? Тяжело, конечно, а почему не тяжело? Тяжело, то есть снимать ролики, чтобы они выходили через день, и работать, у меня был график сутки, трое, да, тяжело, а сейчас тяжело было вдвойне, но я не сильно много работала в 2021, конец 20-го тоже чуть-чуть работала, там были в основном больничные, то с дочерью, то у меня по беременности, да, с токсикозом, отпуска, потому что летом я в ковиде работала, отпуска свои не отгуляла, три отпуска отгуляла, поэтому было как-то попроще, а так тяжело, когда ты ходишь на работу сутки, трое, и тебе еще снимать видео, то есть это работа, это полноценная работа, нужно уделить этому время, мало того, сесть на говорить, снять, нужно отредактировать, нужно отредактировать сначала видео, и как бы довести его до ума, а потом отредактировать еще его в ютубе, это тоже занимает большое время, и параллельно еще вести инстаграм, если я, конечно, стараюсь там писать для вас отзывы, но не так часто, потому что, ну, на самом деле, это тяжело, это очень много времени отнимает, тем более, я всегда с вами на связи, всегда вам отвечаю, на все комментарии, и так далее, это тоже время, поэтому последнее время прошу вас Не писать так много вопросов в личку Если у вас есть какие-то вопросы Давайте я лучше буду вот такие вот ролики Вопрос-ответ делать почаще, потому что это нереально Иногда, знаете, прям конкретные вопросы сыпятся в личку А посоветуйте уход, а посоветуйте тот, а посоветуйте тот Я уже не могу физически вам, девчонки Успевать просто отвечать всем, честно Хочу, но не могу и стараюсь Но это нереально Просто вот по времени Так, занимались Вы бы больше блогом и фаберлик Если б не основная работа Спасибо, ответы заранее Мне кажется, я и так занимаюсь много блогом Но фаберлик Я не скажу, что я занимаюсь, я занимаюсь блогом Я блогер прежде всего Фаберлик, да, я много про него знаю уже Практически все знаю И могу вести структуру Но Если было бы, конечно, больше желания Именно заниматься фаберлик Возможно, я бы уже давно была директором Но мне как-то вот ближе блогерство Так, ну и все Если бы не основная работа Ну, основная работа уже на три года с лишним отпала Поэтому И с графиком сутки-трое Мне, конечно, хватало времени Да, сами понимаете Вообще я не представляю Как бедные девочки работают на пятидневке А кто-то и на шестидневке с утра до вечера Вот это да Тут когда заниматься блогом? Я не представляю А когда сутки-трое Ты отработал сутки У тебя есть три дня Все, ты отдохнула в первый день Если захотела И у тебя есть три дня на то Чтобы заниматься второй работой Или каким-то хобби Или блогерством Поэтому Мой график сутки-трое позволял мне жить Пятидневку я жизнью не считаю Мне кажется, это каторг Особенно если потом забираешь ребенка Там из школы, из продленки Из садика И нужно погулять Нужно кормить, приготовить Это ужас Я, конечно, сочувствую Поэтому Все-таки надо как-то приходить к тому Чтобы заниматься своим делом Я считаю Не работать по найму А заниматься своим делом Потому что жизнь у нас одна Да Я пришла к этому достаточно поздно Мне 36 лет Жалею только об одном Что не стала заниматься этим раньше Да Но можно и в 46 И в 56 к этому прийти Как бы Это вообще не вопрос Потому что работа по найму На пятидневке, шестидневке Я не знаю Это каторга какая-то Поэтому Если есть желание Возможность что-то изменить Всегда можно все изменить На пятидневке